Паркинг Плюс Паркинг Плюс Продолжите, а в чем выражается выполнение преследовательных пробий? Прощаю, сейчас зачитаю. 26 мая. То есть до 26 мая никакого разрешения не было на ведение любых работ в парке Горького. То есть до 26 мая были незаконные работы. Внимательно читаем, на каких работ... Так, дочитывайте, дочитывайте. То есть до 26 мая они вели незаконные работы, а теперь пытаются замаскировать следы преступления. Что, Валентин Петрович, бить больше не будете? Вы тут половину перебили, лично. Скандал с кем? Скандал граждан. Вот пока выясняем, что тут происходит. Вы проверяли у работников этого предприятия? Еще нет, я только приехал. Согласование с ВИЖД и ГАИ? Я только приехал сюда 3 минуты назад и пытаюсь понять, что тут происходит. Если бульдозер пойдет на людей, ваши действия? Ну, мы не допустим, чтобы люди попали в бульдозер, правильно? Инструменты, ну, влияние на то, что происходит строительство дорог. Вот сегодня они хотели уже ее начинать. Горожане дали такой карбланш власти, ныне принимающим решения, что получается, что они могут сделать все сейчас. То есть, как теперь можно все. И механизмы какие? Это механизмы, которые остались в руках у меня, как у областного депутата, как лидера одной из политических партий, имеющей парламентскую фракцию. Вот приглашен народный депутат Филенко. Он имеет свое... Значит, на сегодняшний день мы хотим обратиться, уже обратились с тем, чтобы получить все исходные документы. Второе. Мы подготовили обращение в прокуратуру по поводу неадекватных действий чиновников и милиции. И, по крайней мере, таким образом попробуем поставить точки над «и». После чего, как я считаю, если мы живем в обществе, где верховенство воли людей главное, то такие протесты должны, так сказать, городской власти, которая избирается этими людьми, дать какой-то месседж. А если нет, ну тогда... Еще раз говорю. Много не можем, что можем сделаем. Привели народного депутата. Он, Филенко, сейчас подойдет. Сейчас на основе актов, которые ребята составили, мы сейчас написали соответствующие еще раз запросы о полноте документов. Документы они наштампуют любые, надо это четко понимать. Значит, тем не менее, мы хотим соблюсти процедуру. И будут соответствующие обращения в прокуратуру. Это баррикада для бульдозера. Без людей, как в Казе Баян. Это гнебная ситуация. Я оценю ее так, что... Знаете, я, как бывший историк, знаю, что когда Орда захопливала мисто, то мисто отдавалось на разграбление. На три дня, на тиждень, на завжди. Ну, понимаете, то ж була Орда, то ж були чужинці. А тут свої люди, своя влада, яку начебто ми посадили там в миску раду, іде проти законів знищуючи зелені насадження. И теперь, смотрите, какой момент они выбрали. Они выбрали решение в миску раду, было же принято давно, про дорогу тут. И мы с вами чудово знаем, что тут мова не столько в дороге, сколько в том, что они хотят сбудовать над дорогой. Это дорога земля, они хотят тут сбудовать много домов и дорого их продавать. Поэтому дорога – это привид для того, чтобы заработать. Нарубать зелені, как я бачил у вас плакати, тут рубают зелені. И попередняя влада, зокрема, тут присутній бувший голова Харківської адміністрації, депутат областной ради Арсен Аваков, всіляко стримувала можливість реалізації решения міської ради, яке было принято, как на меня, протоколе харківьян. А теперь, после выборов, они посмотрели, что их политическая сила в Киеве, и они решили, что теперь можно все. Вот в Киеве можно все, там по крупному, там конституцию ломают, там законы ломают, там незаконные коалиции, там без таемного народа продолжают аренду Чорноморского флота и так далее. Ци ж хлопцы в Харкове, зокрема, Геннадій Адольфович Кернес, под благословением Михайла Дубкина, вирішили, что и им можно все, что это именно тот момент, когда хорошо можно заработать. Вот это, если коротко. Я хочу сказать, что я сейчас вивчаю ситуацию, вивчаю юридическую складовую, я буду обратиться к городу, я буду обратиться в прокуратуру и буду делать то, что от меня зависит, как от народного депутата, чтобы попробовать это остановить. А зачем делать сюда дорогу? Если уже хотят делать дорогу, то пусть строят нормальный переезд. Ну зачем портить? Тут тысяча с чем-то детей учатся. А куда они будут ходить? Ну не расстраивайся. Верить надо в лучшее.